Вы слушаете канал жаж.клаб. Научный журнал, открытие. Телефон может помочь диагностировать проблемы разрушения мостов. Любой смартфон в любом автомобиле может улавливать уникальные вибрации пролета. Отслеживание того, как это меняется с течением времени, выявляет скрытые структурные проблемы. Ответственный человек, который не пишет сообщения и не ведет машину, когда переезжает мост, держит смартфон, прилипшим, к приборной панели. Но в фоновом режиме данное устройство также собирает множество данных акселерометра. Однажды это может помочь диагностировать проблемы с тем самым мостом, по которому мчится водитель автомобиля. У каждого моста есть своя модальная частота, или та, как вибрации распространяются через него, а затем в машину и телефон, высокие здания, которые качаются на ветру или во время землетрясения, тоже имеют модальные частоты, жесткость, масса, длина. Все эти элементы информации будут влиять на модальную частоту, говорит Томас Матарадцо, инженер-строитель в Массачусетском технологическом институте и военной академии США. Если мы увидим значительное изменение физических свойств моста, модальные частоты изменятся. Думайте об этом как о измерении температуры моста, изменение может быть симптомом какого-то основного заболевания. В США большая часть инфраструктуры мостов была построена для поддержки автомобильной культуры после Второй мировой войны, и она устаревает и становится ненадежной. Ирония среди иронии, ранее в этом году мост в Питтсбурге рухнул за несколько часов до того, как президент Джо Байден должен был посетить город, чтобы поговорить об инфраструктуре. В результате обрушения в 2007 году в Миннеаполисе 13 человек погибли и 145 получили ранения, а в 1993 году обрушение железнодорожного моста недалеко от Мобила, штат Алабама, унесло жизни 47 человек и более 100 получили ранения. Для отслеживания трещин, коррозии и других дефектов на некоторых мостах установлены дорогие датчики, определяющие изменения их модальной частоты. Но на подавляющем большинстве пролетов по всему миру, только в США насчитывается около 600 тысяч автодорожных мостов, таких датчиков нет. Они не работают по принципу «установи и забудь». Для охвата особенно длинного моста требуются сотни датчиков, и приходится менять их батареи и загружать данные каждые несколько месяцев. Вместо этого операторы мостов полагаются на медленные, трудоемкие визуальные осмотры. Поэтому инженерам нужен лучший. Продолжение читайте на сайте jash.club